Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Продолжаю обзор удобрений, которые могут нам понадобиться для первой подкормки рассады. Для самой-самой юной рассады удобрения нужно выбирать с осторожностью. Напомню, что в предыдущих видео я рассказывала, что если вы провели посевы в питательный грунт и во время пикировки заменили его на новый, еще добавили немного органики, то, скорее всего, подкормки вашей рассаде не понадобятся до самой высадки в грунт. Вот я свою чаще всего не подкармливаю, только опрыскивание эпином, энергеном, там, HB-101. Но если вы все-таки хотите сделать подкормку, хотите поддержать свои растения, не знаете, какое удобрение выбрать, то для первой подкормки идеально подойдет комплекс НПК, содержащий азот, фосфор и калий. Его называют НПК по первым буквам химического элемента. Вот они, три буквы НПК. Вот такие комплексы, самые хорошие, считается самый оптимальный вариант. Но наилучшим вариантом комплексного удобрения для молодой рассады, именно для молодой, являются жидкие комплексы. Почему именно они? Ну, это все очень просто. Они очень удобны в применении, вот эти все жидкости. Достаточно растворить необходимое количество средств в воде, можно сразу опрыскивать или поливать. В предыдущем видео я описывала удобрения Биогумус. Биогумус, это очень простой, наш местный региональный препарат, раствор. И вот этот Биогумус, я уже говорила, что это наш, но торговые сети предлагают нам огромное количество таких же. В каждом регионе есть свой какой-то Биогумус, или он может быть просто Гумат Универсал называться. Ну, различные. Есть всякие агриколы, гуматы натрия, биогумус, гуми Кузнецова. Есть популярные, общероссийские, известные. Есть вообще никакие. Ну, просто где-то в городе, только за пределы города они не вывозятся. Но именно гуминовые удобрения мы выбираем для первой подкормки. Почему? Ну, потому что гумус, это органическое соединение, которое входит в состав плодородного грунта, является пищей для наших растений. Это удобрение не искусственное, не фабричное, а созданное природой на протяжении длительного периода. И если в земле нет гумуса, не будет обильного урожая и крепких здоровых растений. Гумус невозможно создать в фабричных условиях, как вот эти вот удобрения, это полностью фабричные. Поэтому большинство вот этих, которые для первой подкормки мы выбираем, большинство удобрений, они жидкие. Потому что их иначе никак. Это вот вытяжка с плодородного слоя земли, их никак не сделаешь сухими. Они немножко дороже сухих, но они эффективнее и намного быстрее усваиваются нашими растениями. Я уже начала рассказывать, про один рассказала, я буду обо всех, обо всех, какие вот у меня есть в наличии, я буду обо всех рассказывать. Сегодня я расскажу вам об очень популярном удобрении, можно сказать, о прославленном, который называется Гуми Кузнецова. Многие его знают. Видите, вот здесь написано 60 золотых медалей, 200 дипломов. Данное удобрение произведено не в нашем регионе. Если предыдущий биогумус был региональный, из Новосибирска, то этот привезен далеко. Он в республике Башкортостан сделан, в Уфе. На предприятии ООО НБП Башинком. Для тех, кому ничего это не говорит, я немного расшифрую эту аббревиатуру. Научно-внедренческое предприятие Башинком. Оно получило 60 золотых медалей, 200 дипломов за свои разработки в этой области. Я специально заходила на их сайт и узнала все о предприятии, о их продукции для садоводов-огородников. Отзывы и все остальное. Вся продукция этого предприятия помечается значком ОЖЗ. Органическое живое земледелие. Вот здесь даже расшифровано органическое живое земледелие. Без применения яда химикатов. И в пояснениях пишется, что это значит. В два раза больше урожай, выше качество, больше здоровья для человека. В два раза меньше затрат, хлопот, без яда химикатов, экологически чисто. Вот это прославленное, известное предприятие. Но я уверена, что в каждом регионе есть какие-то другие фирмы-производители подобных гуминовых удобрений. И может быть они ничем не хуже, чем вот этот гуми Кузнецова. Просто у них уже бренд, марка известная. Но можно пользоваться и другими. У препаратов могут быть разные названия, разные фирмы-производители. Но главное не название и производитель, а именно состав. Мы должны смотреть состав. В нем должны быть три микроэлемента НПК, набор, ой, макроэлемента, набор микроэлементов и добавлены гуминовые кислоты. Все, больше нам ничего не нужно. Вот это гуми Кузнецова. Такое же на вид жидкое гуминовое удобрение черного цвета. На лицевой стороне написано на этикетке, на флаконе. Гуми Кузнецова. Природный эликсир плодородия. Под названием размещены медали. Вот они где-то. А, вот они медали. И надпись. Экологическое, органическое, живое земледелие. Дальше идет описание. Повышает плодородие, улучшает структуру почвы, повышает урожайность, сокращает сроки созревания, защищает от стрессов, засухи, холода, тяжелые металлы, нитраты, радионуклиды. Улучшает рост и декоративные качества, увеличивает продолжительность цветения комнатных растений и цветов. Чуть ниже написано рост плюс защита выгодно на 2,5 сотки, вот она надпись, на сезон на 500 литров. И на обратной стороне бутылочки, вот здесь написано, аналогов нет по концентрации и качеству. И здесь же мы видим подробную инструкцию, сколько препаратов понадобится для весеннего и осеннего обогащения почвы, для предпосевного замачивания семян, для увеличения всхожести активного роста рассады. Также есть графа замачивания корней рассады и черенков для ускорения укоренения, полив опрыскивания растений. И последняя строчка предпосадочная обработка клубни картофеля. Все расходы, вот здесь вот графа есть, все расходы небольшие, от 2 чайных ложек на 10 литров на ведро воды при весенней обработке почвы, и 2 чайных ложки на 5 литров воды при замачивании растений для укоренения. Это небольшой расход, если здесь 500 граммов, то 2 чайные ложки, это конечно мало совсем. Срок годности не ограничен и после размораживания удобрение не теряет своих свойств. Вот это гуми Кузнецова удобрение универсального назначения, применять его можно и нужно в течение всего сезона. Это значит, начиная сейчас с выращивания рассады и до полива взрослых растений в открытом грунте. Состав такой, какой нам нужен, азот, фосфор, калий, гумат, натрия и комплекс микроэлементов природного происхождения. Гуминовые кислоты, входящие в состав, я уже говорила, в состав любого препарата, не только благоприятно действуют на корневую систему растений, но и повышают иммунитет рассады. Еще раз повторю, что почему жидкие удобрения в приоритете у нас? Они удобны в применении, приготовить раствор очень легко. Стоимость вот такого флакона гуми Кузнецова в нашем городе на вчерашний день, 500 мл, 63 рубля. Он по цене выходит примерно так же, как биогумус, он 35 рублей 250 мл, значит 70 рублей будет пол-литра. И я вот при таком сравнении цен, если, например, и этот стоит, и этот одинаково, выберу, конечно, известную марку. Но это дело ваше, вы можете выбирать региональные свои препараты. Я хочу попробовать и тот, и тот. Но для сравнения, если сравнить вот такой гумант универсал, 500 мл, стоит 86 рублей. А агрикола, если посчитать, вот это 250 мл, стоит 83 рубля. Если посчитать, 500 мл будет 160 рублей. Это самая высокая цена среди всей этой группы удобрений жидких. Но она тоже известная, популярная агрикола. Ей многие пользуются. Но хочу напомнить, что всё-таки в большинстве случаев подкормки вашей рассаде не нужны. Ещё раз повторю, если внешний вид в рассаде не вызывает у вас никаких волнений, не видно никаких симптомов голодания, ни хлороза, ни фосфорного голодания, ничего, то значит им всего хватает. До появления одного, двух, даже трёх настоящих листьев посевы томатов вообще трогать не нужно. Но если вам всё-таки хочется подкормить свою рассаду, сделать её, как вам кажется, получше, покачественнее, то, конечно, пользуйтесь лучше жидкими, вот такими гуминовыми удобрениями. Это может быть и гуми Кузнецова, и биогумус, и многие другие, которые я назвала. Главное, соблюдайте главное правило подкормки. Это золотое правило. Лучше не докормить, чем перекормить. Поэтому, опять же повторюсь, если рассада выглядит хорошо, то можно сделать профилактическую поддерживающую подкормку жидким комплексным удобрением, но развести половину дозы, указанной вот здесь в инструкции. Так вы не навредите это точно своим растениям, и дадите им немножко вот этих НПК и гуминовых кислот. Я буду повторять в каждом своём видеоролике, что лучше не докормить, чем перекормить, чтобы вы запомнили это раз и навсегда. Не перекармливайте свою рассаду. Будет проблем ещё больше, если вы её перекормите. До свидания!